Друзья, приглашаю вас на две выставки. Одна НЮ в Зверевском центре, в которой я принимаю участие. Открытие 31 марта в 18 часов. И на другую выставку Арт Раша. Это масштабная выставка в гостином дворе в Москве. Завтра 30 марта открытие выставки для VIP-персон. А 31 марта, 1 и 2 апреля, она работает целый день. Я показываю там две работы. Одна новая, которую вы еще не видели. Елена Мурова, а вы у кого учились и ваш любимый художник российский? Я учился в Строгановке. По рисунку был Иван Панкратов. По живописи менялись. В общем, я хочу сказать вот что. Мы учимся всю жизнь у тех, кого мы любим. И главная задача, как мне представляется, научиться читать произведения художников, любимых. Что, как это сделано. Как это послойно. Как художник мыслит. Самое сильное впечатление на меня произвели работы Николая Фешина, когда я их особенно живьем увидел. Это все снос с крыши. Я ничего не мог понять вообще. Я просто сидел тупо, глядя часами. Две работы привозились в ЦДХ на выставку. Я не мог оторваться. Как это сделано. Каково мышление. Хаос полнейший. Чистота цвета. Перехватывало дыхание. Слезы на глазах. Вот как надо писать. Ну, может быть, я такое. На меня такое сильное впечатление произвело. Хотя я знаю людей, которые так же сильно, и не художники, так же сильно в восторге от его работы. Ну, и не так давно мечта моя сбылась. Я побывал у него дома в Таусе, который он построил, в штате Нью-Мексико. Я уже рассказывал эту историю. Есть фильм на моем канале об этой поездке. Называется «Громко послание Фешина». Ну, поскольку я просто спонтанно там говорил о своих переживаниях, я почувствовал, что все, что он делал, это некое послание людям, нам. Чтобы мы научились чувствовать жизнь, понимать ее и разобраться, как это в живописи у него заложено. Как это научиться читать. Ну, вот такая штука. Давайте учиться читать произведение. Любимый был Фешин, но до него я был восхищен Коровиным, Врубелем, Коровиным какой-то. Но все они, конечно, разные. Еще раньше Репин. Жив художник или его уже нет, это не важно. Главное, есть его произведение. Это школа. То, что написано. Надо просто разбираться, что и как это сделано. Ну, нам, художникам. В последнее время Чернослив особенно ко мне проявляет интерес. До этого не было. А сейчас прям что-то у него случилось. Подходит, садится сама на меня. Вот чудо. User DM. Скажите, как возможно оплатить урок из Франции. Не знаю, что там у вас, санкции, все такое. Хочу урок потом. На сайт заходите, делаете покупку, и потом открывается окно, в котором вы видите, что есть вкладка для зарубежных пользователей. Как-то она там называется. И оплачиваете обычную мастер-карт, виза-карт. Месса, мисс. И в каком уроке объем пятно? Вы про конкретный урок говорите? Вы спрашивали про наброски, как я понял. 41-й и 44-й урок посвящен рисованию живописи набросков быстрых темперой. В каждом уроке, посвященном наброскам, показан метод конструктивного видения формы, объема. Ну и, естественно, по пятну еще решение. Так что посмотрите какой-нибудь один из них, 41-й или 44-й, и вам будет понятно. А в карандашных набросках особенно конкретно изучается форма, конструктивное решение формы. Как понимать сочетание объемов в пространстве человеческих. Так что рекомендую. Татьяна Ф. Вячеслав, интересно было бы узнать, сейчас многие авторы используют поталь в своих живописных работах. Это привлекает внимание зрителя. Что думаете об этом? Не удешевляет ли такое декорирование? Ну а почему удешевляет, если это к месту? Я хочу одну работу написать, где это будет использовано. Либо я возьму сусальное золото, придумалась одна идея, бомбическая, и нет, не удешевляет. Наоборот, удорожает. Ну давайте вспомним Климта. Конечно, там было золото, но почему бы не использовать какие-то заменители, если это выглядит так мощно и уместно. Композиционно главное все это разложить. Ну, главный совет, если он здесь подходит, думать о композиции. Ведь даже и с желтой краской можно заменить эту поталь. В принципе, композиционно все нужно сделать, может быть, побольше эскизов, чем обычно. Обычно вообще ни одного, да. Ну так вот, побольше и посмотреть об композиционном решении, найти точность вот этих вот мест, где это будет использовано. Можно подержать в раме еще какие-то куски, будет интересно. Как вовремя остановиться, мы вчера говорили. Вопрос всегда болезненный, большой, объемный. Что вы об этом думаете, скажите. Меня всегда подкупает останавливаться раньше. Была такая работа, я помню, мы с Бато писали вместе модель. Катя такая замечательно позировала. И я уже как-то рассказывал об этом эпизоде. И написалась вот за этот час-полтора такая свежая у меня, свежая работа, которая есть, кстати, на моем канале, как это все делалось. И она произвела впечатление на одного коллекционера из Швеции. Он мне написал, мы долго переписывались. Договорились о цене, он говорит, я хочу купить работу. И вот все, договорились. И я посылаю на подтверждение эту работу, к которой я потом приложился, улучшил. И он написал, что нет, эта работа мне нужна, не нужна. Я хотел купить другую работу, которую я видел, как вы писали на ютюбе. То есть такое до улучшения сыграло против эффекта. Значит, этот опыт меня научил внимательно относиться к тому, что происходит на холсте. И еще помню в Строгановке я страдал, как наверняка и многие, вот такой вот скрупулезности в деталях до блячка. Мне все время подходили, ну что ты опять эти все блячки, ну хватит уже. Посмотри Коровина, посмотри, как это все целостно общего. Но к этому сложно прийти, когда ты же видишь, что это есть этот блячок, или там какая-то там, я не знаю, морщинка. Но поскольку мне нравились работы такие мощные, недописанные до конца, я шел к этому. То есть отказаться можно тогда, когда ты умеешь. Сначала нужно научиться все-таки это все передавать, вот все точно. А потом отказываться. От широкого письма идешь, закладываешь, я уже сто раз говорил, по среднему тону, потом светлая часть, потом рефлекс, и где-то смотреть по общим пятнам, вот заканчивать на полпути. Ну простой пример. Много на столе блюди, блюд разных вкусных, но нельзя же все съесть. Ну чуть-чуть. От этого, от этого, еще ночью встать, открыть холодильник, да прикончить там что-то. Ну и утром, конечно, уже довершить, залакировать все. Почему-то торт обязательно, я не знаю, подается. Десерт. Уже все такие, пф, и еще десерт. Ну вот так принято. И я наблюдал некоторых людей, которые отказываются от десерта. То есть они, для них что-то более важное есть, чем вот этот вот вкус сладкого пирожного. Мама, ну вы произнесли три слова, я тебя люблю. Она спрашивает, а за что ты меня не будешь? Вот скажи. И ты еще рассказываешь, за что. Да вот у тебя, да, говори. Не останавливайся. Ну может быть хватит этих трех слов? Может быть даже я, может быть даже просто посмотреть в глаза, и уже будет все достаточно. Ведь уже все ясно. Зачем все разжевывать? Может быть я такой, меня всегда привлекала эскизность в работах. Юноши я смотрел всяческие выставки в музеях. И вот эта этюдность, достичь этой этюдности в больших работах, меня всегда привлекало и хотелось понять, как это сделать. И еще совместить точность и филигранность в деталях с такой широтой. Вот, собственно, чем я и занимаюсь все это время. Ну, мы еще будем говорить, как раньше остановиться. Попробуйте раньше останавливаться. А, кстати, хороший прием. Делайте фотографии стадий, разных стадий работы, которые вы делаете. Вы потом увидите, вот тогда второй кадр был уже, а потом я начал портить. Был уже готов. То есть фотографии потом этой работы, стадии, помогут вам увидеть, когда же вы, когда уже все было готово, когда можно было ставить подпись. Тринадцатый урок о композиции в живописи, в пейзаже. Как мыслить творчески? Как из любого мотива, мы смотрим кругом, извлекать особенное, будоражащее душу? На многочисленных примерах моих работ я показываю разные мотивы, из которых извлечена эссенция моего впечатления, моих ощущений. Это очень важный урок для тех, кто хочет научиться мыслить творчески, замечать в простом величественности нашей природы. И самое главное, преобразовывать ее, используя законы композиции и нарушая их. Тринадцатый урок. Композиция в пейзаже. Композиция в пейзаже. Композиция в пейзаже.